во имя отца и сына и святого духа мы касаемся сейчас тех надписей какие у нас есть в храме открыт нашим михея 4.2 попытайтесь это сохранить для себя и когда пойдете здесь где вот пещера стоит или как-то девуха небы были и там надпись такая пророка михея надписи много но никто не спрашивает а понимает или нет если не спрашивает как дитя не плачет мать не разумеет и здесь мы будем говорить о слове внезапность чем его можно сравнить это шел переходил дорогу не думал шелтон открыты мне зеленый свет и вдруг машина то есть он не трезвый и не видел даже фонарей и двоих человек убил внезапная смерть внезапно еще можно сравнить сравнение должно так как понятно было также мировых событиях 42 михея михеема это малый пророк и его мало кто знает он жил одновременно с пророком исаи до новой эры это 700 сороковой год и 630 таки считается время и вот он говорит независимо от пророка исаи как видим из текста 4 2 потом и дальше будем читать это место держать громче и пойдут многие народы и скажут придите и зайдем на гору господню и дом бога яковлева и он научит нас путям своим и будем ходить по стезям его ибо от сиона выйдет закон и слова господне из иерусалима я много времени провожу в интернете и приходится разговаривать с людьми другого вероисповедания мусульмане и буддисты и кого только нет почему утверждаете бог один один но вы это не по-разному называете а каждый подразумевает богу это бог войны марс любители развлечения да главная богиня это венера диана там надо понимать о том что бог то один но кто потому что богом века всего сам дьявол себя провозгласил вот сейчас к снова прочитаем слушайте внимательно и к себе как вы это отнесете я сегодня все утро с ночи размышлял молился и и думаю не знаем мы до конца глубины смысла хотя кирилл русалимский касается пеодорит касается это место но они слишком далеко были а далеко это вот вот лампочка высоко висит хотя на пол но видно что пальцы так ну далеко и не померзли а вон там то совсем кое-как но чем ближе теперь к событиям наконец полностью не будет такая большая ладонь то моя меньше плату и сошлось вот так и события чем ближе они приближаются то это режиссура я выражаю такой беру бога заряда занаряженная а она на практике покажет исполнилось плотную подошли это внезапно будет когда не ожидали господь говорит будут есть петь гулять строится замуж выходить жениться но люди же видели какая женитьба когда ты видишь что уже ну горит беременным и питающим соцами плотную подошло вот уже 70-ый год но вы слышали слышали а ученики помнили они витилу и все ушли практически христиане не остались в русалиме а много ли погибло вот на пескарем кладбище сколько ленинграде речь идет не сотнях тысяч речь идет уже о миллионе а в юристалиме то в то время народа так было мало но боясь в неприятеля все туда сгрудились и было убито миллионы сто тысяч вещь невероятна но его сеплаве пишет приход иудейские войны приходится соглашаться нужно видели что конец идет а теперь что младенца зарезала съела сама мать ничего нигде нету но придет время когда все народы повернут голову в другую сторону сейчас много книг разные избирать себе вождей духовных воспитателей наставников все это будет брошено при жизни не вечности и скажет пойдем на гору сион а вот теперь люди поймут повторяю в мире насчитывается 2896 наций но сегодня больше уже и только одна нация богом была избрана в лице авраама 12 глава бытие говорится презираемая как сказал вот я помню у нас отец говорил к что-нибудь не так делаешь человек ну где-то не отдал что-то жить настоящее а я думал жить это воробей мы же даме воробьев почему-то звали это евреев называет так далее объяснять что это речь идет не об на национальности оскаренности а жадности человека и тогда люди обратят взор туда куда смотреть не хотели что это за народ такой всегда воины из-за него то другое эти слухи угаснут останется одно там истина господь предсказал это еще раз прочитаем и пойдут многие народы и скажут придите и зайдем на гору господню и дом бога яковлева и он научит нас путям своим и будем ходить по стезям его ибо все на выйдет закон и слово господне из иерусалима каждое слово показывает абсолютно все народы и друг друга начнут учить тем более такая связь интернета истины нету нету избираем правителей сейчас депутатов перебрали там в одном регионе там ну скажем красноярский край то из них 40 процентов бывшие уголовники ну а чем он будет стараться то по уголовным статьям все сидели то одного депутата только передавив томске был он без ноги направлен потерял чечне он буквально за каждую вдову за каждого ребенка бьется до смерти на него рукой махнули бандиты вот наконец на нас как на юродях махнут рукой что мы говорим истину мы должны говорить об этом сегодня идти не надо на гору сион речь не об этом идет к слову божьей к святой библии к слову сказать вчера я закончил труд который делал практически 10 лет с отрывками это трехтомник который был издан и наконец по милости буроб божий наш брат сергей насчитал это около 40 как роликов получается где я делаю комментарии на блаженного фефилакта и всех выражений фефилакта если взять три тома которые как то то у нас получилось ровно в 10 целых двадцать две сотых меньше считать это можно нового материала вчера в пир сбросил об этом не почему не видно что мы православные мы никакие это не кто-то говорит у него непрерывно три слова это сказал господь это сказал в библии идите проповедуйте бог сказал возьмите библии идите проповедуйте и это он повторяет сотни раз блаженный фефилакт я ни одного святого столько не видел мы так как я много занимаюсь с ним с этим материалом просто разведешь руками мы никакие ну и моих комментарий там 297 и 232 почти обратить внимание получается 532 место где нужно сунуться туда книга библия стоит почти не считают с толкованием немножко считает опять стоят но как появилась наша сразу начался ропот и такого не может быть это баптист какой-то говорит пепелакт это баптист а мы православные у меня в предисловии я знал что это будет уже об этом сказал вот здесь точно так же обратимся горе сиону где господу богу к святой библии и вот дальше считайте следующий стих и речь идет о наших временах даже доказывать еще не надо и будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах и берегуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать военных академии училища все закроется орала я не знал обычно как говорят скупой это скупец я думаю орала что кричит человек орал это оруще оказывается орала это плуг я стал дальше расследовать а почему откуда это сказано оказывается есть статуя если так можно назвать главная статуя мира во всех библиотеки во всех музеях есть какие-то картины картиной номер один считается когда рапаэля мадонна вот она идет матерь несет младенца папа сикст и варвара мужчинец и там ангела видать вот мадонна рапаэля а среди статуи другая перекуем мужчина орала это взял эпиграфом человек я могу назвать его в учете евгений викторович 65 лет жил коммунист четыре кажется сталинских премии и везде вот в трептов парке в германии стоит освободитель держит ребенка на маман кургане родина зовет защищать это все его а там дальше считаешь он как гюстав даре все везде как будто бы захватил ему бог дал такой талант я был в нью-йорке когда ну и гулял ходил там один там я не надо провожающий я сам найду где и вот проходил мимо здания он и перед ним стоит это статуя в ущетище перекуем мужчина орала ну кто не видел скажу это человек торс его открытый размахнулся меч к молот и внизу загнутый меч такой меч большой он загнулся и как плуг перекуем на плуг а серпы оно есть серпы то легко сделать копье продолговатое будет и на огне все можно сделать откуда это взяли прошу сейчас еще два места просчитать один раз вернем там писали 24 перекуем мужчина орала и будет он цурить народы и обличит многие племена и и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы не поднимется народ на народ не не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать два пророка очень похожие говорят и пророк и я и 3 10 вот тут нужно очень внимательно разницу заметить какая и следуйте писание написано перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья слабый пусть говорит я силен теперь орала плуг есть теперь замок перекуйте на мечи как так можно когда призыв такой почему это не взяли за основу жажда мира и на мире на этом на мире люди полностью расхолаживаются и когда скажет мир и безопасность внезапно придет пагуба это последний лозунг в мире будет все достигли мира и внезапно постигнут их пагуба как имеющие во чреве я стал смотреть четырнадцатый раз имеющие во чреве с внезапностью новом завете это сказать ветхом завете и в неканонических еще шесть раз того 20 раз подобно и как мука постигает судорогами женщина знает значит что то бывает и судороги и как ребенок рождается внезапно и англотрус говорит в это время она веселится разговаривает может на перу где-то быть вот они муки подошли скрикнула и все я один раз почти присутствовал при родах только у мама пилили дрова вручную и вдруг она говорит что ты сынок мне как-то нехорошо а мне только вы и надо я от нее уже где-то в седьмом классе учился проходит маленькая сейчас подходи обратно будем пилить она сама не знала ну прошло сколько-то минут там я не знаю 10 я иду а мимо сарайки а там корова была и там крысы появились я наставил капкана туда слышу криса крещит я молоток схватил и с молотком дверь закрыта мать оттуда говорит иди бабушку поветуху там позови я девочку нашла она уже в ясных лежит пилили вот предродовые какой у нее отпуск был ну после родовой отпуск после родового два дня давалось все ни одного ребенка больного нет мать никогда не болела родила 12 детей как это и вот как внезапно и это случится когда не думаем совсем я стал дальше размышлять господи что означает меч какое отношение христиане к нему имеют какое отношение имеет ко мне вот это называется экстраполяция событий конкретно я прочитал из этих тысячелетий вытащить их себе еще хочу сказать вот в мире 2896 нации были нации большие как хеты это настолько сильные были бросали вызов египту и даже побеждали империи инков она по-другому не называется это уже америка идет сколько таких было сирийцев монголы большие большие аттилла аларих каких только не было чингисхана где они их никто не гнал есть такие внезапно не исчезли задали загадку раз строение раскопали все почему они исчезли причина примерно одна внутри смута началась и сами себя уничтожили вот это самое страшное и еще эти народы ничего нигде не оставили 2896 почти 3000 сегодня уже около 7000 там маленькие племена по 100 человек находят что эти люди оставили самые древние которые клина в письме ходят это таблички глиняные обожженные оказались кто кому сколько должен в египте больше ничего нету какая-то нация маленькая незначительно оставляет тоже что-то когда у нее отбирали вот как мартин лютер призывал к этому еврея подбирали свитки сжигали я не знаю это ночью выходили где-то под дубом закапывали и потом спустя десятилетия приходили тайно ночью выкопать почему эта нация сохранила те слова которые мы считаем сегодня об этом мече об этом орали ну хотя бы пол строчки предупреждили нас какие-то народы 2896 я к тому говорю божье и этот народ неистребим этот народ сохранил то что невероятно ну допустим человек научился ухать где-то на волге живет о ивановская область он уже вырос попробуй отучить от этого на украине жил он не скажет где я был гостях я был гостях у него это так есть люди которых мы говорим гитлер она за на западе писали их хитлер а он не то и не другое у немцов есть звук у нас этого нет мы не можем сделать а евреи сделали так что язык который почти исчез они восстановили в этой стране я занимался языками мне больше всего в это поверить это невозможно ну как у нас сестра была одна и она мне бы говорил мама ты учил сегодня слова завтра слова 10 слов она говорит доченьки а 10 еще 1 это забыла уже здесь еще не забыто и нигде это написано и имея считаем этом 316 1 12 у него говорит я бодрствую над словом моим явно возвращается ко мне не тщетно что бог назначил слово как же живой организм я сказал говорит бог и слово пошло по планете и слова касалось мечом неба и земли это при выходе из египта и вот это слово достигло нас сегодня мы стоим где-то рядом я вспоминаю совсем недавно было в сирию вмешались там и самолет турция сбила и в это время выступает депутат и всех предупреждает ну знаете кто больше всего новинку дает именем говорится и сын волка переводите вот такое отчество его он вот это начало третьей мировой войны уже сколько раз обе нет нет муки не охватили щерева женщины щерева называется вся мировая история а когда будет плату и подойдет я буду об этом отдельно говорить и признаки очень значительная вот меня спрашивают а почему именно христиане сегодня мне один говорит ну и же другие мировые религии там индусы я бы нашел христианство почему перед этим я исследовал все религии мира тщательно смотрел а господь говорит то хочет узнать от себя ли я говорю исполни слов начни исполнять я допустим ну люблю ленина примеру сказать я его не любил никогда я вот считаю том за том и вижу все человеческое исполнять нечего только где-то грабить грабь награбленное мне нравится то что написано было майн камплин мне не нравилось я к примеру говорю я начинаю исполнять вижу умно забота нации кончится крахом и где бы я ничего не брал когда начал евангелие попало я даже не стал пробовать я только просчитал и сердце сказала это то что ты искал и в этот же день я начал свидетельствовать и 58 лет слова не умолкает бог сразу все вычистил я вот людям говорю иногда вот говорит откуда память я просил маленький был еще мать пугала что память будет тогда когда ты не будешь на себя одежду зашивать иначе пришьешь я к одежде второе если утки летят и ты считаешь не говорит десять а скажи не девять не есть и тогда память не улетит предрассудки но не знаю чего отец был памятливый но когда я говорю что когда я уверовал то голода надо простать от всех анекдотов я помолился утром стал ничего нет и чисто переформатировал как ребенок где диск без отца мы взяли очистили они даже не знали вот так бог делает молиться об этом надо и останется один признак не внезапность неизвестная а известная не знаешь как мать спроси ты ждала то есть до ждала она была видно было хотя я мать свою не видел что она беременна это не знаю почему слепой был вот и здесь определенно и щеткой говорит но наступит момент когда эти серпы готовы уже этот плуг который орала сделала перекуют снова и опять или мы обращаемся к еврейскому народу мне многие в интернете когда узнают чем я занимался занимаюсь это вы делали это в то время как можно сделать по благословению я еще еще раз напоминаю если хочешь быть благословен два благословения выполни а между ними 102 1 никогда не поноси народ божий да они да да они делали то другое ты не должен скрывать этого мы начинаем монастыя наполнил и русалим кровью от края до края степана прибывает он кого из пороков не гнали отцы ваши они распяли пришедшего спасителя это никуда не денешь но отверг мне господь народ свой 11 глакрина нет остаток израиля спасется это мы должны знать и они сохранять слово божие да вы все испортили переписывали я выставил вчера материал взятые из этюдов отца геннадия паста как писалось это вот переписывали да старый свиток бумага как-то мешает где-то и переписывали на каждой строчке в конце равняется сколько букв просчитать переписчик который был только еврей только такой-то жизнью живущий только черными чернилами только терящее кожа слышит слово бог он не должен никуда вот я знаю наизусть не наизусть а ты считай и оттуда переписывай букву сосчитай какая букву посреди напиши еще то есть стопроцентное горание что с веками библия осталась та же самая а почему не ложное обещание господа я буду что на слова бои и сказано им сегодня женщина что я сказал я просто так прочитаю исае 42 14 и риме 4 31 3 ездры 10 9 ну и того 20 мест как муками охватывает чрево и это притом рядом с нами происходит а как ну сам знаешь рождается не один и два где-то познакомься поговорить чтобы убедиться и как молния от востока до запада так будет пришествие сына человеческого и так мы коснулись слова божия я попрошу вернуться к михея и снова читать дальше послушайте что этот порог изрекает далее к нам каждому это случится сегодня на пророка михея никогда не проповедовал но просто надпись на стене который я же попросил написать а все это стирается дальше но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницу и никто не будет устрашать их ибо уста господа саваофа изрекли это поверь это не я говорю уста господа саваофа сказали а человек начинает говорить что то ну а как вы можете поверить что ваша религия самая правильная я отвечаю живой бог живая молитва живой человек я прошу и тоже получаю не завтра не послезавтра мне со всех сторон у меня дома такая смута была я попросил молиться я признал того человека молиться и сразу все изменилось вчера пишет помолите что то опять начинается это бывает такое от меня повторяю ничего не зависит и молитва наша ничего не значит значит отклик божий принято или не принято я поэтому узнаваю ты живой бог при том сравнивать то что наш бог сказал ничем нельзя сравнивать в ветхом завете было написано ненавидь врага хотя так и не написано но смысл понятия а у нас любви врага но бывало ли такая религия которая говорила что придет правитель который объявит вину войну святым и победит их христианство заявила о собственном исчезновении это единственная религия и это должно быть обязательно а как как бог сказал каждый будет сидеть под своей смоком то есть никто нас не тронет двери открыты все тишина такая мир и безопасность и вот в этот момент внезапно придет пагуба как мука постигает женщина то есть какое-то наступит затишье такое ниоткуда ничто не угрожает а погибли прямо рядом и чем ближе сегодня утверждает самир тем ближе последний взрыв сейчас заметит сурсия как прям до войны дошла сейчас прям за руку все время с ардогеном а мы знаем здесь как раз и начнется пробиваться коридор войска пойдут вниз это попутно хочу сказать на знакомый александр иванович и сильным детям в армию придется идти но только не ходите в израиль там оттуда никто не никого не дождаться только кости будут собирать 7 месяцев писание говорит об этом и так дальше ибо все народы ходят каждый во имя своего бога а мы будем ходить во имя господа бога нашего во веки веков не то что мама сказала не то что родители наказали во имя господа бога будем ходить и исполнять мне много подбрасывать сегодня грешный человек привязан и это посмотрите может вас это касается как и правда мусульманский юноша маленький ребенок сидит родился в богатой там сотни миллионов долларов у отца и мусульманин дальше как он растет 30 лет и там показывает там руками маша там с площадки везде он но однажды он задумался а до чего я живу он себе ни в чем не отказывал пошел на анализы зачем-то и врачи посмотрели четвертая стапень рака вот чего уж он не ожидал говорит совершенно и фотографии тех самых не как он рос и он сидит уже перед камином и думает и я какой свет оставил а отец ему дал сколько там миллионов он открыл своим и теперь он уже видимо богаче отца и шейхами сидит все и он стал думать и дальше христиане посмотрите в жития святых сколько раз это у нас было но на весь мир пока неизвестно и он стал думать что делать и решил поехать по миру и смотреть нужды африканский народ и везде делает чек перевод там миллионы школу построить больницу построить увеличить там заработать у него денег много проехал 100 кажется 20 стран и везде оставил такой след который и вклады какие-то оставил будет умножать у вас нужно значит вы будете черпать от сюда и он вошел в историю за тысячу триста лет мусульманского мира сегодня все голову повернули и он лежит уже больной уже проводами опутанной и благодарит по-своему бога что бог открыл мне это и показывает там эти черные кожи маленькие дети где учатся где защищают где кормят и все это от него идет и вот внезапно господь одарил он и что самое то главное он говорит я благодарю всевышнего за то что я заболел я бы никогда таким не стал бог мне это открыл вспомните свои болячки сколько раз болели я когда болели у нас некоторые говорю ты мол болеешь лежи в больнице мы его посещаем я бы давай ну дай богу обещание что в субботу вечером будешь храме будешь оставаться на занятии выздоровел и опять все по-прежнему вернулась этот человек назад не повернулся ему сказали жить полгода самое больше он уже два года работает и как будто болеть затормозило дальше не развивается пока он все не окончили все лег и помирает там написано и ушел пример из них я причем это свежая новость утречней моей сегодняшней и как внезапно господь ударил его и выстеклась не искра а пламя давайте для себя возьмем у нас в житиях святых много таких было которые понимали это и внезапно от всего отказывались того же самого князя владимира прозвали красным солнышком а это был настоящий убийц у соломона было тысячи чужого нет нет тысячи да еще одно у брата родного убрала его убил у европолка а кем он стал и поэтому мы знаем пример для нас господь оставив небо сошел на землю и взял наши грехи и понес на себе чтобы веруя в него мы воодушевили себя и через веру в него получили духа святого и были бежим и духом святым и дальше еще немножко тот день говорит господь соберу хромрище и совокуплю разогнанное и тех на кого навел я бедствия и сделаю хромрище остатком и далеко рассеянно силен народом и господь будет царствовать над ними на горе сегодня отныне и до века толковать ничего не надо если впереди понятно было то и здесь и еще стиха 2 прочтите а ты башня стадо холм щери сиона к тебе придет и возвратится прежнее владычество царство к чарям иерусалима для чего же ты ныне так громко выпьешь и разве нет у тебя царя или не стало у тебя советника что тебя схватили муки как рождающую если мы это поняли мы должны понимать духовно небесный иерусалим не только этот который он поменять и пророк дальше этого не смотрел потому что они были плену даже вернуть и так понятно это великое пророчество но мы должны в новозаветнем духе понять а для нас павел послание голодных небесный иерусалим и поэтому надо вопрос ставить этот вот у нас сестра она в интернете забросила такой занятий где идут давайте расскажем кто как пришел к господу здорово конечно ну и замолкли никого нет она первая начала тогда говорить и по частям вот это первая часть моей жизни я не знаю чем будет а мне толкнуло этим я тогда 15 16 том открываем тогда писали у нас были которые писали и там где-то 86 примерно свидетельств вот я смотрю на вас которые все писали писал у кого не было все показали когда пришли потом на занятия и вы писали и эти двое писали и вы двое писали я все это сейчас выставил с таким интересом люди смотрят живое обращение живого бога соединительные соединитесь богом каждый если какой-то ущерб и живой молитвой не просто пришли постояли вот хорошо что были но надо чтобы не до потолка только молитва шла господи я не отойду пока ты мне не ответишь я не прошу исполнить волю мою но твоя воля да будет научи меня смиряться перед всеми несчастьями какие есть перед грядущими опасностями какой я след могу оставить ты мне дал богатство какое духовное поделился я им у тебя такой талант доброты ты получил от родителей а не верующие как ты распространяешь вот когда мы это извлечем как у пророка тогда это для нас будет день полезный полезная эта напись и полезно что мы имеем библии евангелие и раздаем их богу нашему слава вовеки аминь из горит колехи аминь